МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитан полиции Евгений Капштек, стажер Роман Логинов и оператор ЭВМ Иван Кривчиков бросились к месту пожара, параллельно сообщив о возгорании в экстренной службе. Прибежав к домовладению, Роман Логинов и Максим Вавулин перелезли через забор и открыли ворота для беспрепятственного доступа пожарных. При обследовании жилых помещений в одной из квартир сотрудники Росгвардии обнаружили девочку. Росгвардейцы эвакуировали ребенка и оповестили жителей близлежащих домов о возгорании, после чего до приезда пожарных стали сбивать пламя водой. Жизни спасенной девочки ничего не угрожает. До знаниям линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела о покушении на хищение дизельного топлива с тепловоза, стоящего на 52-м километре железнодорожного пути станции Ржев-Балтийский Тверской области. В ходе предварительного дознания установлено, что 33-летний машинист локомотивного депо решил поправить свое материальное положение за счет имущества, принадлежащего железнодорожной организации. Железнодорожник слил 120 литров дизельного топлива в заранее приготовленную тару. Канистры, наполненные дизельным топливом, мужчина начал грузить в свой автомобиль, но был задержан на месте сотрудниками транспортной полиции. На момент задержания машинист успел погрузить в автомобиль шесть 20-литровых пластиковых канистр, содержащих более 100 килограмм горючего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело – покушение на кражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступающее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. В следственном управлении существуют различные каналы связи. Можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.